Шестая беседа. Рассмотрение выступлений уроков атеизма Низорова Александра Глебовича. Тут у меня по шестым номерам идёт. Два вопроса к верующим. Я несколько раз просмотрел эти два вопроса. Не сразу. Проходит время. Несколько дней я молюсь об этом, обдумываю. Ещё раз смотрю, может что-то я пропустил. Тем более он цитирует здесь, можно сказать, большой пакет из Священного Писания, изъяний пятой главы. Вот эти наши беседы называются «Открытым оком во свете Библии». Я всё рассматриваю во свете Библии, не своими мыслями руководствуясь. И вот здесь Александр Глебович говорит так, что для того, чтобы вступить, в христианскую общину, нужно было, должны были продавать всё и отдавать, где он это нашёл, что должны были. Что-то у него другая книга, Священное Писание, которое, правда, он называет Евангелием, потом говорит из Деяния апостола. Нигде этого нет. Я специально процитирую эти места, чтобы было понятно, что здесь вы не просто подтасовываете, а вставляете свои слова и свои мысли, навязываете Духу Святому. Должно бы так написано быть, как вы думаете, но там этого нет. Вот первым делом прочитаю 2 Петра 2.5. Если Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навёл потоп на мир нечестивых, вы задаёте вопрос, а кто убил? Там никого больше не было, вы говорите, Бог только и там люди. Да, это Господь убил, Дух Святой, не Пётр. Не Пётр. И при том убил не за то, что они не отдали. Они могли вообще ни копейки не давать. Священное Писание чётко говорит, что они погибли за обман, а обман от дьявола. То есть эти люди, называясь христианами, служили дьяволу. Вот когда меня сегодня спрашивают, что такое московская патриархия? Ну я во многих учебных заведениях вёл занятия несколько десятков лет уже. Я одним словом отвечаю. Ложь. А двумя – всегдашняя ложь. А тремя – тотальная всегдашняя ложь. Ложь между прихожанами, отношения между батюшками и между собой, между священством мирянами, между архиереями. Всюду и везде ложь. Даже знает, что не так. У нас тут была одна Иннокиня. Ну она ходила камина занятия в университет. И прослышала, имела материал о крещении, что в патриархии не крестят практически, а только лоб, ладошкой, по лбу. Все три условия нарушают. Для правильного крещения необходимо, чтобы человек уверовал во Христа, принял Христа в своё сердце, жил во Христе. Второе – троекратное полное погружение, и делать это бесплатно. Все три условия нарушаются. Но она поняла, она работала от церкви, продавала разную атрибутику в больнице. А рядом там храм Андрея Первозванного, какая-то детская, видно, больница была детская. Но она стала говорить священникам, и они возьми, скажи, и говорят, ну ты знаешь, как правильно, то ты и учи. Они прибегают по этажам, с собой чаша какая, кого крестить, кого крестить? Мы крестим дешевле. Вот здесь Александр абсолютно прав. Только деньги, деньги и деньги. В церкви 300 рублей, а мы за 200 покрестим. Ладошкой по голове побежали дальше. Никто ничего не знает. Это ложь. И когда она стала людей подготавливать к окрещению, и говорить, вы подождите, не креститесь, катехизацию хоть маленькую пройдите. Её звать Ольга Милославская. Попы прибежали, а они там по корпусу берут, где каждому... Ну, это их каноническая территория, наживы. Почти никто не крестится. В чём дело? А к нам ходит женщина, одетая в чёрном, она инакиня, и она говорит, что надо сначала узнать о Христе, полюбить Его. Они сразу её наковёртят. Ты нам всё тут портишь-то. А другой священник тоже нам извёл. Он говорит, да вышвырнуть её отсюда. И они её вышвырнули. Она торговала, сколько там... И они её трудовую не поставили. Она говорит, меня не принимают... Ну, где принимают теперь на бирже труда. Там должна быть последняя печать, где работала. Но у неё пропуск-то большой получается. Если они на работу-то приняли, не поставили ей трудовую. Они обманули её. И при увольнении не поставили. Да и ничего не заплатили. То есть мстительность. Это в священстве сплошь и рядом свирепствует. И Александр Глебович тут абсолютно прав. Он сталкивался с ними, он жил. И он говорит не о православии истинном, а говорит о том, что видел. Вот это сергианство. Вот эту порчу. Он её знает очень хорошо. Она обращается к епископу. У ней представителем в суде я был. Ещё одного попросил. Это, кажется, зав. капедры. Он юридически уже... Константин Русаков. Константин Владимирович. Прекрасный человек. Умница. Идёт суд. Идут свидетели. Свидетели, она со своей стороны. Рядом там киоск был. Её видели каждый день. Она была сколько часов. Все говорят, она работала. Только работала. Она приходила, раскидывала свой киоск. Там что торговала. Они всё рассказывают. А в церкви священник выступает. Отец Георгий Титов. Он так заикается немного. Ну, видно, хороший батюшка. Он юридическое образование имеет. И юристом от епархии был. И он начинает доказывать, что она не работала. И попы выходят, они лгут. На прополу и лгут. А судья была Жемоедова Нина Васильевна. И вот перерыв. Мы выходим. Ну, выходим. Приходится немножко постоять, пока там перерыв. А я говорю, отец Георгий. Ну, ведь она же работала. Работала. А да как же вы говорите, что не работала? Ну, она же раз она в суд подала. Мы что-то должны делать. То есть она подала в суд, будучи обманутой ими. И они её дальше топят, продолжают. Она писала епископу не один раз. Ответа нет. Она писала патриарху. Ответа нет. Вот мы строим с нуля православную деревню. Огромные трудности. Нас там зажимают власти. Там грозятся убить, сжечь, раздавить. И приходится обращаться в органы. Земли не дают. Я обращаюсь, примерно так говорю. 32 раза в Краевую прокуратуру. 32 ответа пришло. Допустим, 38 раз обращаюсь в Краевую администрацию. 38 ответов. В епархию и патриархию я написал, примерно, 58 писем. Ни одного ответа за 50 лет. И другой раз я думаю, там никого и нет. Муляж один. Я говорю, ну как вы можете говорить? Он лжёт стоит. И знает, при том, что лжёт. Тут был один священник, Суртаев, отец Владимир, в Кытманов служил. Ну там присвоил дом, машину на жену перевёл. Ну как попы делают всегда. Ради наживы. Ну его зацепила своя епархия. И начался суд. Его посадили. Ну его посадили, а я к нему теперь туда в тюрьму-то. Я работаю с заключёнными. А там он не отец Владимир, а Вовка, иди к тебе пришли. Начинаем беседовать. Я иду за него ходатайствую в прокуратуру, везде иду в епархию. Епархианы не прощают. Он всё отдал, скинул. Как говорится, корабль тонет, пшеницу. Я говорю, выбрасывай. Откажись от всего. Он отказался. Но они продолжают давить его. Теперь, правда, уже не на их стороне. Я иду к епископу, иду к священникам. Не под каким видом. Судит его епископ Антоний, Антоний, тогда был ещё, Масендищ, Иван Иванович. Мирской войны. Так, теперь дальше. Амосов, это главный казначей, который против него подаёт. Капранопотец Дмитрий, он, кажется, в Заринске служил. А так, главные его обведители были. И вот здесь Бог начал расправу. Этого отца Владимира освобождают. Епископ 41 год умирает. Священник мгновенно умирает другой. Этого, который главный Амосов-то был. Отец Семёнов. Его убивает шофёр. Я всегда удивляюсь, как долго ты терпишь и как крепко бьёшь. Господи, ко мне опять обращаются. Это как так, целая череда трагедий. А так, творите правду Божию. Это я говорю к Александру Глебовичу. Остановитесь на этом пути поношением от этого такого злобно-хульного, буквально на всё церковное. Неправду говорить очень много. Много и правды. Это не даст вам ни в будущей жизни, ни в этой покое. Нигде. Зачем это нужно? Я говорю вам это в молительном настрое моляться вас. Вы мне не враг. Вы мне не враг. И вот теперь отец Владимир стал к нам ходить молиться. Я говорю, вы учили людей, что к нам нельзя ходить, мы еретики. И ты говорил? Да, говорил. Но теперь ты ходишь у нас молишься. Ты говорил, что у нас икон нету? Говорил. Ты говорил, что мы Божью Матерь не признаём? Да, говорил. Но теперь ты видишь, что мы молимся. Канона, Акафисты, Божьей Матери. Все двенадесятые праздники. Мы православные. Божьей Матери в видение, в успение. Мы все праздники соблюдаем. Все молитвы, службы ведём. Знал. А зачем ты говорил? А чтоб к вам не ходили. То есть ложь. Московская патриархия, которая попадает к ней, даже из сектантов у нас, она перемалывает и пережигает всё. Без остатка. Что было с датом Дмитрием Дудковым? Одно время он был у меня духовным отцом. С чем кончается? Духовник газеты завтра. Он говорит, мечтает об одном, чтобы услышать, когда канонизирует Сталина, чтобы я мог помолиться святые Иосифе, молить Бога о нас. Да это же не безумие. В патриархии нельзя стать живым. И вас, Александр Глебович, патриархия сожрала. И поэтому вы так настроены против них. Я вот смотрю, где вы начинаете уже на христианство и прочее. Вы в христианстве ни дня не жили. Но вы воюете против того, что вот есть. То, что вы видели. Откройте Писание. Зайдите на мой сайт, если вам трудно читать. Послушайте жития святых. Это 12 книг по Демитрию Ростовскому. Какие были люди, как и Анзла Таус. Которые не ради наживы. Которые обладали огромным богатством. И все оставили. Все. Для Бога. Для бедных. Для нищих. У Василия Великого каждый день кормились по 3000 человек. 3000. Зачем ему это надо было? И такой шаблон, что это все только для наживы. Для наживы. Ну это даже. Я не знаю. Говорил ли не этот. Как его называет Александр. Нежный. Слуга сатаны. Это говорит о Ярославском. В Деяниях Апостолов написано. 4 глава 34 стих. Не было между ними никого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями. Или домами. Продавая их. Приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов. И каждому давало всем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавы. Что значит сын утешения. Левит. Родом Кипрянин. У которого была своя земля. Продал ее. Принес деньги. И положил к ногам апостолов. Где тут написано, что нужно было продавать? Это люди добровольно делали. И зачем же на всех клеветать-то? А вот что вы цитируете. 5 глава. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль. Солгать духу святому. И утаить из сыны земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? То есть никто не заставлял его отдавать. Ее власти была земля. То есть мог не продавать. А продал деньги. Мог положить на книжку. Никому не давать. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Вы этого не говорите. Это два вопроса верующим. Да какие это вопросы? Это на то, что люди никогда Библию не возьмут. Совсем безмозглые. Зачем же так низко думать о людях-то? Ну просто видно, что вы играете. Считаете правильно. Такой аналитический, критический ум. Вы бы критические подошли и сказали бы. Какие же это были верующие? Доверились Богу и стали лгать. Но вы на стороне лгунов. Вот это меня больше всего удивляет. Как так? Я стал искать причину. Почему такой умный человек, столько перестрадавший? Причина одна. Вы не молитесь ни утром, ни вечером. Иоанн Затаус говорит. Если я узнаю, что ты не молишься, я заранее скажу. Ничего великого ты не сделаешь. И все, что вы делаете, это прахом. Я вижу разные артисты. Там и стулы, и стулы, и другие. И всех вам. Когда с вами случился этот переворот? Отчего вы вдруг так ополчились против церкви-то? Я скажу. Вы видели то, что видели. Вы были только среди московской патриархии. Если бы вы родились в баптистской семье, были настоящим проповедником, каких тысяч у баптистов, вы бы таким не были. Это почти определенно. Вы бы не знали, как воруют, не знали того, другое, не знали бы, как клевещут, призывают там отрубить руки, ноги. Потому что и храмов-то нет, у них икон нет, и нет этих патиров. У вас причина-то одна, что вы с христианством истинным не соприкасались с жизнью своей. Вот я вам отвечаю на первый вопрос. Второй вопрос. И дальше можно прочитать. Иезекииль 33, 11. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам? Примите это к себе. Я эти слова принял к себе. Я понял, путь надо менять. Я сказал, Господи, на мелкое истирай. Главное это отвернуться с себя. А вы где ни говорите, везде одна самость. Вы первый шаг к христианству не могли сделать там, где были. А уже уйдя, то есть не сообщаясь с ними, а теперь на них просто, что было и не было, говорите. Не то, что там разочаровываете, а боль. Я болею за вас, за вашу будущность. Матфея 25, 46. И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вы много читали. Вы знаете, есть разные веры, религии, народы. Я вам вопрос теперь задаю. Почему у людей все различное в религиях, но только три пункта одинаковых? Знаете вы или не знаете, я заранее скажу, я не обладаю тайными знаниями. Мои знания основаны на Святой Библии и на творениях Святых Отцов, на канонах соборов православных и Святых Отцов Жития. Первое. У всех народности по сегодняшний день семидневная неделя, семидневная. Как это могло быть? Все народы, абсолютно все религии верят, что был потоп. Одни говорят, там где-то Нил разлился, другие, но все верят это. Вы знаете, там считали и о Мордуке, и о других, где все верили. А Зелес, кто поклонялся ему, о где поклонники, все верят. И третье, все верят, что будет возмездие там за гробом. То есть, вот об этом, что у нас сказано так, пойдут все и в муку вечную, а правильники в жизнь вечную. И отрицать то, что в человечестве, во всех религиях, во всех народах, и было всегда, этого нельзя отрицать. Никак нельзя. Внутренний голос мне говорит. Внутренний. Тогда надо быть каким-то вместо сердца ржавую железку иметь, как Шолохов говорит. Ну нельзя так. Не верить, что делая зло, делая добро, умрешь, ничего тебе не будет. А во имя чего я буду добрый-то? Быть добрым, любить, как Иван Карамазов говорил, такого нет в природе. Все отталкивают от корыта друг друга. И люди, которые не жертвуют от себя, только для себя живут, они не христиане. Мне легко об этом говорить, что у меня ничего нет. Я все отдал 50 лет назад. Все. У меня абсолютно ничего нет. Даже на диеты, на мне все, что я сам подчиняю, это мне подаренное. Телефон у меня есть, подаренное. Компьютер мне купили, принесли, у меня ничего нет. И поэтому я с легкостью выношу свою жизнь на суд людей. Пожалуйста. Вот вы обвиняете, так делают христиане. Вы не встречались с христианами. Я не могу говорить, смотри на меня, но я в этом не участвую. И ваша биография для меня не чужая. Я многое нахожу в ней, что мне близко, но не моя биография. Читаем. Иаков 5.20. Пусть тот знает, кто обративший грешник от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вы говорите об экзотичной смерти. Да. Превратилось в стариной столб. Христос ссылается на это, говорит, вспоминайте жену Лотову. То есть не оборачивается назад, если ты там оставил все. Я писал стихи когда-то, и в одном стихотворении обращает к отцу. Так надобно же в беде случиться. Служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Мои родные и близкие долгое время не могли мне этого просить. Потом брат обратился, стал священником. Пять сестер, все верующие. По-разному. Русским нельзя давать атеизм, Достоевский говорит. Иначе они поверят в это и будут верить, не понимая, что верят в нуль. За атеизмом вообще ничего нет. Вообще. Там дыра, яма, пропасть. Но сам смысл подсказывает ответственность за все, что ты говорил, что ты делал. За Паустовского. Сын спрашивал, почему мама все делается светлее, а ты, папа, все мрачнее. И отец правильно ответил. Потому что у меня каждый день приближается к смерти. Я оставляю все. И неизвестно, кто будет тут распоряжаться моими книгами. А мама приближается к встрече со Христом. Она легко еще заканчивает свою жизнь. Вот почему. Нужно людей научить умирать. Научить болеть. Благодаря за все Бога. Никогда не стонать. Теперь вы спрашиваете, а вот Христос умирал, а кто? Ради кого жертву? Он сам единый с Отцом. Кому? Сам себе жертву приносил? Это второй ваш вопрос. Отвечаю. Матфея 27, 46. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом и лили ломас вахфани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Иоанна 10, 30. Я и отец одно. Для чего ты меня оставил? Если он знал, Христос, что воскреснет, так спрашивается, какая жертва? Вы спрашиваете. Когда я был арестован и сидел, то там проверяют специально. Психиатрическая, называется, экспертиза. Криминальная. Вот как она называется. И в моем деле надо было разобраться. И там нужно было немного побыть. Недели полтора. Меня месяц держат. Второй. Я спрашиваю, почему я так долго нахожусь? Это в Кемеровской психиатрической больнице. Мне говорят, ради вас специально приезжает профессор из института сербского, который Никипелов называет институт дураков. Он приехал. Мазур Моисея Ааронович. Не надо рассказывать, какой нации. Горбоносы, пущие глаза. Это признаки еврейской нации. Может быть, это самое лучшее, что человек дает. Благодарение Богу. Он меня спрашивает. Скажите, пожалуйста. Вот. Зоя Космодинянская отдала жизнь. И у вас умирает Екатерина. Какой подвиг выше? Та ничего не ожидала. Я говорю, подвиг Космодинянской, конечно, выше. Но он бесполезен. Так и здесь вы говорите. Кому он принес себя в жертву? Богу Отцу. И тут написано. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 1 Петра 1, 25. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Иов 9, 12. Возьмет, и кто возбранит Ему? Кто скажет Ему, что ты делаешь? Притча 8, 26. Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылиных вселенной. Третье ездра 1, 32. Эта голова устрашала всю землю и владычествовала над обитателями земли. С великим угнетением и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Я обращаюсь к вам. Бросьте курить. Как будто не к месту. Это так, чтобы душа ваша не погибла. Разум будет все время быстро расходевать. Такая деградация личности происходит не в один день. Помоги вам, Господи. Аллилуйя. Аминь.